Хобби-фест манчегорцы «Люди увлеченные» собрал в Центральной городской библиотеке коллекционеров нашего города. Манчегорцы представили экспонаты своих частных коллекций. Среди них можно было увидеть и авторских кукол, и разнообразные чайники, и колокольчики, и каменные фигурки, и почтовые конверты, и многое-многое другое. Горожане смогли не только познакомиться с увлечениями своих земляков, но и узнать о самом удачливом коллекционере мира, о самом большом собрании книг и об особенностях характера людей, склонных к собирательству. С коллекционерами Манчегорска познакомились Мария Грибановская и Максим Ляпшин. Фестиваль проводится в рамках проекта «Молодежный квартал» и посвящен коллекционированию. Проект больше ориентирован на молодежь, но на хобби-фест собрались люди разных возрастов с самыми разными увлечениями. У нас первый опыт подобного мероприятия. Мы понимаем, что ресурсы манчегорские, гигантские, народ у нас интересный, увлеченный, поэтому мы думаем, что мероприятия вполне могут быть традиционными. Возможно, в дальнейшем формат мероприятия станет более академическим, а на этот раз хобби-фест прошел в атмосфере легкого, непринужденного общения людей увлекающихся. Мы не очень углублялись в дебри собирательства, серьезно не обращались к серьезным нумизматам, фалеристам, филокартистам. У нас сегодня такое вот легкое, позитивное, вы сами видите, у нас мадрешки, у нас коллекция собак, у нас коллекция чайников, лосей. Действительно, среди представленных коллекций можно было увидеть предметы очень разнообразные. Сотрудник музея цветного камня Надежда Болянова – постоянный посетитель отдела литературы по искусству Центральной библиотеки и читатель с многолетним стажем. Но чтение – не единственная страсть. Есть у меня другая любовь, хобби – это изделие из цветного камня. И моя маленькая коллекция – это фигурки зверей из природных камней. Фигурки зверей из камня, они похожи на натуральных зверей. Камень повторяет фактуру меха, фактуру перьев, кожи животных. Бывают фигуры шутки, например, розовые слоны, которых в природе никогда никто нигде не видел. Собирается коллекция несколько лет. Какие-то предметы были подарены, что-то привезено из отпуска, приобретено на выставках. Автор коллекции говорит, что фигурки из камня всегда создают настроение и радуют. Не меньшую радость другому участнику хобби-феста Лидии Ивановне приносят ее чайники. Предметы для чаепития привезены из Калининграда, Иванова, Череповца и многих других мест. В коллекции присутствует даже чайник из Израиля. Но интересны чайники не только своей географии. Разнообразны они и по назначению. Есть чайники-колокольчики и чайники-светильники. Начала коллекцию очень спонтанно. Люблю пить чай, хороший чай. И, приехав в Иваново, там вот обнаружила, что мне не ищу пить чай. Нет такого чайничка. Вот купила первый чайничек, вот он там у меня стоит. А потом еще как-то зашла в чайный магазин и увидела вот эти миниатюрные чайнички. Купила тоже для красы просто. А потом вот начала собирать и собирала. Вот сейчас у меня около ста чайников. В рамках хобби-феста также прошли мастер-классы по ниткографике или изоните и бегемотописи. Если с рисованием нитью все понятно, то бегемотопись заинтриговала многих. Это достаточно новое и неизвестное широким кругам направление в искусстве и даже философия. Можно относиться к этому несерьезно или серьезно, но признание всемирными музеями и галереями бегемотопись уже получила. Кого-то смешит это название, кому-то оно кажется уютным. Это направление современного искусства, вполне себе серьезное. Когда я о нем узнала, сначала было смешно, но стоило заглянуть в интернет. Я увидела, что работы Растана Тавазиева, это отец бегемотописи, молодой художник-авангардист московский, они находятся в Музее современного искусства в Москве, в зале современного искусства в Третьяковской галерее и в Эрмитаже. Если говорить коротко, бегемотопись – это рисование мягкой игрушкой, которая в заключении творческого процесса становится частью картины. Художник покупал в Икеа дешевые плюшевые игрушки, ему повезло, это были бегемоты. Возможно, если бы это были зайцы, это была бы какая-нибудь зайцепись или драконопись. И использовал их как кисти. Он накладывал мастихином на них краску и делал разные отпечатки, цветные полосы. Оно вроде бы как и абстракция, но приклеенные там игрушки, он оставлял их на полотне, превращали это произведение в какой-то арт-объект. И как сам Тавасеев говорит, это как комарик, который застрял в янтаре. Сегодня школы по бегемотописи открываются по всей стране. Они уже есть на Урале, в Москве. Участники хобби-феста также смогли попробовать себя в этом новом направлении искусства. Это такой игровой элемент, позволяющий без особого напряжения и серьезно обращаться к искусству. Немножко похулиганить, окунуться в детство, помазать краской по чистому листу и посмотреть, что получается. Создать какие-то образы. Вниманию всех посетителей библиотеки также была представлена выставка «Мир коллекций и увлечений», развернувшаяся во всех отделах библиотеки. В книжной экспозиции литература, которая может быть полезна филателистам, нумизматам, людям, увлеченным фотографией или живописью. Для читателей открыл свои фонды даже читальный зал. Все книги можно будет взять на дом. Выставка будет работать до середины октября в Центральной городской библиотеке по адресу Проспект Металлургов, дом 27.